В Уссурийском городском округе 28 религиозных некоммерческих организаций. Их деятельность предполагает собрание с большим количеством людей. И противопожарная безопасность у них должна быть на высоком уровне. Самое главное требование – это, конечно, наличие пожарной сигнализации. Ее, получается, установка, которая должна осуществляться организациями, имеющие лицензию МЧС. Это ее обслуживание, это наличие первичных средств пожаротушения, таких как огнетушители. На прошлой неделе пожар в торговом центре «Адмирал Казани» унес жизни 16 человек. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело. Представителям религиозных формирований еще раз напомнили об ответственности руководителей за технику пожарной безопасности. Идет градация в зависимости от того, за какие нарушения, допустим, лицо привлекается к административной ответственности. Если это за наличие, например, или за отсутствие огнетушителей, то на должностное лицо это минимум 6 тысяч рублей. Если говорить по сетке, которая существует по административному кодексу. Если, например, наказывать юридическое лицо, то за это же нарушение 150 тысяч рублей это минимум. Под руководством католического ордена францисканцев в Уссурийске работает приют для бомжей. В работе много трудностей, не скрывает руководитель учреждения. Но есть и положительные моменты. Один из них – десятки спасенных жизней. Помимо приюта для бездомных, здесь организована и другая деятельность. Социальное консультирование скрытых бездомных. Человеку иногда просто нужно подсказать, куда пойти, чтобы, например, оформить документы и так далее. И предоставление услуг душевой реабилитационному центру возрождения. Говорили на этой встрече и о предстоящем праздновании 70-й годовщины Победы. Ведь вне зависимости от религиозных убеждений, война затронула каждую семью. И принять участие в проведении юбилейного праздника Победы обязаны всем. Екатерина Рехтина, Ольга Муравьёва и Анатолий Молчанов, Телемикс.